НЕМНОГО О ЛОГИКИ ФИНСКИХ ПАДЕЖЕЙ Сегодня я поговорю на свою любимую тему. Тему логики финских падежей. Чтобы запомнить, как они используются и какой падеж идет с какими глаголами, полезно порассуждать о логике языка. Из первого видео про падежи видно, что они разделены на пять групп по своему значению. Кратко повторюсь. Это именительный падеж, генетив, то есть родительный падеж, и акузатив, винительный падеж. Общие, обычные падежи. Это партитив, частичный падеж, эсив, падеж состояния, и транслатив, падеж изменения. Следующая группа – внутренне местные падежи. СИСАПАЙКАЛИССИЯТ. ИНЕССИВ, ЭЛЛАТИВ и ИЛЛЛАТИВ. Внешне местные падежи. АДЭССИВ, АБЛАТИВ и АЛЛАТИВ. Последняя группа – ТАПАСИЯТ – падежи образа действия. АБЕССИВ, ИНСТРУКТИВ и КОММЕТАТИВ. Это самые редкие падежи. У нас на канале есть одно видео про инструктив. Ссылка вверху и еще в конце видео. Теперь нарисуем домик, с помощью которого обычно объясняют местные падежи. Эта схема наверняка многим знакома. В сам домик поместим ИНЕССИВ – МИССАМУОТО. Он означает, что что-то находится внутри. Слева поместим ИЛЛАТИВ – МИГИНМУОТО. Он означает приближение к какой-то цели. Поэтому нарисуем стрелку к домику. Обратите внимание, МИССАМУОТО – статичный падеж. Важен сам факт пребывания чего-то внутри какого-то места. Поэтому я могу сказать МИНА КАВЕЛЕН МЕЦАСА – Я гуляю по лесу или хожу в лесу. МИГИНМУОТО всегда выражает приближение к желаемой цели. Поэтому я могу сказать МИНА КАВЕЛЕН МЕЦАСА – Я иду пешком в лес. Остановимся еще на минуту на ИЛЛАТИВе. Именно этот падеж нужен после многих глаголов. МИНА КЕСКИТЮН ТЮЭХОН – в русском языке звучит статично. Я сосредоточусь на работе. А в финском – движение, приближение, погружение в работу. Или МИНА ОЛЕН ТОТТУНУТ КАХВЕЙН – ОЛЕН ТОТТУНУТ ЙОМАН КАХВЕЯ. Стала мне близкой привычка пить кофе. Очень часто глагольное управление можно объяснить образом. МИНА ТУТУ СТУЕН УТЕЙН ТЮА КАВЕРИЙН – Я познакомилась с новым коллегой. Я приблизилась к новому человеку. Была далеко, не знала его, а потом стала ближе и стала узнавать. Поехали дальше. На очереди МИСТА МОТО. Это, наоборот, удаление от чего-то. По-фински хорошо подходит слово ПОЙС. И здесь смысл не только в том, что что-то удаляется изнутри какого-то места. Типа кот выпрыгивает из коробки. Эта же логика применима и к, например, покупкам. Мы покупаем что-то из магазина. МИНА ОСТАН РУОКА КАОПАСТА. Так как мы забираем покупку с собой. В этом плане русский язык намного более статичен. Он сосредотачивается на самом факте совершения покупки в магазине. Эта же логика частенько применима и к РЭКТИО, глагольному управлению. Например, глаголы КИЛТА, ЛАКАТА, ЭРОТА, СЮНТЮА и другие в определенных случаях требуют после себя МИСТА МОТО. ПЕКА ЛАК КАСИТУ ПА КОЙМАСТА. Он перестал курить. Вроде как ушел от курения, удалился. Конечно, необходимо помнить, что этот падеж используется также в значении О КОМ-ТО, О ЧЁМ-ТО. МЕ ПУГУ МЕ ТАСТА О СЕСТА. Есть и другие значения, о которых мы поговорим потом. Суммируя, падеж ИЛЛАТИВ, МИХИН, это движение КЦЕЛИ. Падеж ИНОСИВ, МИССА, пребывание в каком-то месте. И падеж ИЛЛАТИВ, МИСТА, это удаление от чего-то. Поехали дальше. Берем внешне местные падежи. Как вы, наверное, уже догадались, здесь будет похожая логика. Посерединке опять статичный падеж, АДОСИВ. Нахождение, пребывание на чём-то, МИЛЛА, или у кого-то, КЕНЕЛЛА. Этот падеж не выражает движения. Слева снова стрелочка, которая обозначает движение к цели. Только в этом случае движение не изнутри, внутрь, а на поверхности, снаружи. МИЛЛЕ, НА СТО, КЕНЕЛЛЕ, КАМУ. ЛАЙТАН КЮНЯН ПОЙДАЛЛЕ. Я КЛАДУ РУЧКУ НА СТОЛ. ТЫТТ�ö АНТА ЛАХЯН ЭИДИЛІ. ДЕВОЧКА ДАЮ ПОДАРОК МАМЕ. И НА ПРАВУ УХОДИТ СТРЕЛКА, ОЗНАЧАЮЩЕЕ УДАЛЕНИЕ ОТ ЧИВОТА, МИЛЛТА, ИЛИ ОТ КАВОТА, КЕНЕЛЛТА. НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ЭТИ ПУДИЖИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И В ДРУГИХ ЗНАЧЕНИЯХ. Например, формы МИЛЛТА и МИЛЛЛЕ употребляются после глаголов, выражающих ощущения. Например, КУККА, ТОКСУ и ГАНАЛТА. А теперь нарисуем вертикальные линии. В центре у нас статичные падежи. Они не выражают движения. Они всегда используются в ситуации, когда кто-то или что-то находится, пребывает в каком-то месте, в какой-то точке. Сюда вниз добавим еще один падеж, из СИВ, из группы общих падежей. Это падеж состояния. Его мы используем, когда говорим, в какой день что-то происходит, или в каком мы состоянии находимся, или кем работаем. КАИСА ТУЛИ КОТИИ ВСЕМЕНЯ. КАИСА ПРИШЛА ДОМОЙ УСТАВШЕА. МАИЯ ТЫШКЕНТЕЛЕЕ ОПЕТTAJАНА. МАИЯ РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЕМ. ЭССИВ ПРОИЗОШЕЛ ОТ ДРЕВНЕГО ПАДЕЖА ЛАКАТИВА, КОТОРЫЙ БЫЛ МЕСТНЫМ ПАДЕЖОМ. ОТ НЕГО СОХРАНИЛСЯ РЯД ВЫРОЖЕНИЙ. КОТОНА, УЛКОНА, ЛУОНА, ХОМЕННА. Вы уже догадались, что нашу схему дополнят еще две стрелки, обозначающие движения. Это переходный падеж транслатив, падеж изменения. В современном финском языке, строго говоря, транслатив следует поместить слева. Он выражает изменения в какое-то состояние. Строго говоря, падежа, обозначающего удаление из какого-то состояния, в стандартном финском языке нет. Из ряда старых выражений, вроде КОТО, УЛКО, мы знаем, что в этом значении когда-то использовался партитив. В ряде диалектов присутствует падеж эксессив с окончанием НДА, либо НДА, но в стандартный язык он не вошел. В принципе, вот наша схема и готова. Сюда можно добавить кучу деталей, но не хочется слишком затягивать. Важно помнить общую логику. Три падежа выражают приближение к цели. Три падежа статичны и выражают пребывание в каком-то месте, времени или состоянии. И два падежа плюс отдельные выражения – удаление от чего-то. Мы продолжим рассуждать о падежах в других видео. Тема далеко не исчерпана. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ